все вижу себя ребят всем привет все то же самое начинайте писать вопросы и я потом на них поотвечаю сегодня я бы наверное хотела знаете про что поговорить и я бы хотела проговорить про про то как меня очень часто сдерживает фактор того что я не могу сказать и меня это где-то наверное триггерит вот например сейчас у меня идет марафон про на фит проходит и вот этот вот марафон про на фит я говорю некоторые вещи какая мышца как ее лучше проработать за что она отвечает почему компенсаторика идет на эту мышцу либо на этот орган но я понимаю что как только начинает скрывать это говорить мне хочется рассказать тогда идти дальше глубже больше но это уходит в такую детализацию которую я не могу озвучить на даже на марафоне не могу озвучить не из-за того что там приходите ко мне только плавно нет ребят не из-за этого а из-за того что когда начинаешь углубляться и ты когда начинаешь углубляться в кого-то рассказывая ему рассказываю то есть задает человек вопрос и ты моментально подключаешься в это поле моментально подключаешься в это поле потому что нейронные связи у тебя начинают они соприкасаться с плотным полем с плотным полем того кому ты отвечаешь на вопрос если это поле она плотная то ты начинаешь в нем как бы ходить как по ступенькам и когда ты идешь в нем как по ступенечкам ты видишь его его дом наизнанку его нутро наизнанку ты видишь какая мышца зажата почему она зажата в каком возрасте что случилось там что случилось там и почему компенциторика выдала это вот сюда вот в эту мышцу почему он эту мышцу может услышать а это не мог услышать что ему дает эта мышца что ему дает эта мышца и когда ты собираешь вот этот вот весь пазл и ты понимаешь что ты выдать не можешь выдать не можешь просто лишь потому что человек с похожей ситуацией начнет это примерять на себя а у него другие ступеньки у него другой дом у него другая изначальная триггерная . в которую ему нужно вернуться и ты понимаешь что ты говоришь это то что ты проговариваешь но в лучшем случае на 50 процентов и у меня остается такое ощущение что что-то не досказала с другой стороны я понимаю что я не могу это досказать чтобы другой на себя не примерил я не могу это досказать чтобы не решить за человека его путь не пройти за человека его путь он же должен вы сам пройти и с одной стороны я понимаю что это это все равно клевое направление Если бы я вам уже рассказывала, когда у меня были вопросы к самой себе, я тогда не могла поставить цену своим консультациям. Я всё время думала, да вот я этого недостойна, это вот как бы не та цена, это вот там ещё что-то. И мне тогда Кристиночка сказала, она говорит, слушай, Свет, ну возьми себя там столько-то лет назад и себя сейчас. И вот ты когда-то столько-то лет назад и ты сейчас, сколько бы ты самой себе заплатила за консультацию? Вот с удовольствием, без того, что я бы заплатила столько, но у меня бы, наверное, не было. Вот просто сколько бы ты заплатила? Я думаю, о, я бы заплатила столько. Я сделала в три раза меньше ценник, чем я бы себе заплатила тогда. И он для меня стал комфортным. Но с другой позиции, если бы я просто его подняла, для меня это бы не было комфортно. И это как раз из той ситуации, что я сейчас даже направляю, может быть, не рассказывая, а именно направляю какими-то поверхностными, может быть, поверхностными фразами, поверхностными ситуациями, пытаясь их подвести под общую базу, я всё-таки, мне всё-таки очень бы хотелось, чтобы ребята раскрылись даже через это. И мне в личку пишут, да, где-то не пишут, они в общем чате, в личку пишут ребята, что проработали там такую-то ситуацию, вышли на такую-то ситуацию. Это действительно приятно. Но то, что я понимаю, что они могут написать в общем чате, когда есть общий чат, и в личных сообщениях, я считаю, что не всегда это было бы корректно, выставить это на общее обозрение, даже если это будет без имён. Но, тем не менее, это же в первую очередь показатель для меня, что я иду туда. И как раз в те ситуации, когда я пытаюсь обобщить частное к общему, это, наверное, и есть самое сложное, что можно дать. Потому что индивидуально работать с человеком – это проще, да, действительно проще. И мне уже несколько раз предлагали за достаточно большие деньги, даже за огромные, наверное, вести человека к его осознанию, к его пробуждению, просветлению в течение года за определённую сумму денег. И я понимаю, что, с одной стороны, это клёво. Вот ты там взял себе несколько человек, человек пять, и ты вообще ни о чём не думаешь. Тебе не нужно выступать, тебе не нужно ездить ни на какие ретриты, тебе не нужно проводить никакие марафоны, тебе не нужно проводить никакие встречи. А тебя могут просто передавать из рук в руки люди с хорошими деньгами, и то из них выстроится очередь, потому что ты много не возьмёшь. Но там будут такие деньги, которые вообще, в принципе, позволяют тебе выйти на уровень жизнепроживания, такое, которое сейчас далёк от меня, так скажем, да. Но тогда встаёт вопрос, а ты это делаешь ради своего комфорта и ради нескольких человек? Или ты это делаешь уже в комфорте ради многих человек, которые и есть твоё окружение? И это же из той серии, когда вокруг тебя скапливаются, как мы говорим, очень качественные люди. И вот их, например, пять человек, десять человек, двадцать человек, но очень качественных. Это классно. Но твоё вот это вот качество, оно будет ограничиваться. Это как ты купил комнату или квартиру и сделал там шикарный ремонт, качественный, клёво тебе всё. Но из этой квартиры ты не хочешь никуда выходить, потому что всё вокруг – это что ни ступишь, то говно. Говно, лужи, бумажки. А если ты сделаешь качество не для себя, а комфорт для своей души? Ведь душа-то – это шире, чем тело. Это больше, чем тело. И тогда уже встаёт вопрос. Если ты идёшь через душу, тогда это уже масштаб. Масштаб, потому что ты уже не зацикливаешься в своей квартире. Тебе уже не важен, какой там ремонт. Тебе важно, чтобы там было чистенько и уютненько. Потому что выходя, для тебя тоже важен уже не гламур, а чистенько и комфортненько. И по душе. Лёгкость. И вам нужно понимать, к чему вы идёте. То есть, почему я об этом говорю? Нужно чётко понимать, ты прорабатываешь одного, но качественно? Ты прорабатываешь какой-то свой сегмент в самом себе один, но качественно? Либо ты смотришь – сегодня я здесь поработаю. Сегодня я про это узнаю. Сегодня я там поговорю, а завтра я туда съезжу. И ты постепенно начинаешь расширять свою зону комфорта. И что для тебя кайфовое? Единичный вариант? Либо и там, и там, и там. Посмотрите, как вы живёте. Сделайте рефлексию того, в чём вы находитесь. Я могу привести такой простой пример. Это, ну, например, возьмём малую область познания. Я единовременно, единоразово читаю всё время от трёх до пяти книг, единоразово. То есть я прочитала одну книжку, там что-то поделала, почитала другую книжку, там что-то поделала. И у меня есть две книги на аудиоформате. Если, например, я куда-то пошла, поехала, то у меня играет аудиоформат. И мне так комфортно. То есть я не могу погрузиться в одну книгу, я её быстро прочитаю. Но это будет сужение. То есть я уйду в одну сферу чего-то, в один мир проигрывания чего-то. И я не смогу сопоставить вот этот мир вот с этим. То есть для меня он будет единый. Единое знание, единое. Неважно, это художественная книга, либо научная, абсолютно неважно. А если вы несколько книг, то то есть вы этот мир можете соприкоснуть с этим, с этим, с этим и с этим. И тогда у вас получается свой мир в опылении с разными мирами. И в жизни так же получается. Когда вы здесь пообщались, здесь что-то показали, здесь рассказали, здесь послушали, здесь что-то взяли. И ваш мир, он начинает расширяться. То есть куда бы вы ни пришли, у вас в том числе не остаётся никаких вопросов, у вас есть ответы. Потому что вы соприкасаетесь с различными мирами, вы являетесь проводником. Проводником, как минимум, в мир каждого из них. Потому что они все проходят через ваш мир. Через ваше состояние. Через ваше видение. Через ваш эмоциональный посыл. Через вашу благость, нервозность, может быть. Но через всё, через ваше. Вы являетесь проводником, через которого они идут. Ни учителем, ни гуру. А просто проводите. Проводите через своё пространство. И когда вы проводите через своё пространство, когда ваше пространство касается всего, то человеку нет надобности зацикливаться на чём-то. Смотреть в одну сторону. Прорабатывать одну грань. Уходить в какую-то рефлексию одного и того же момента. И вот это вот занудство, не-не-не-не, оно прекращается. И когда к тебе приезжают, в том числе на ретрит ко мне, приезжают на ретрит, и когда ты понимаешь, что человек идёт через твоё поле к себе, и первые два-три дня он даже не осознаёт, что он это делает, потому что он идёт просто через твой мир. Оглядываясь. О, здесь такое деревья, здесь такие деревья, здесь такие цветы, здесь такое это, не осознавая, что он изучает через своё осознание твой мир, чтобы прорастить это всё в своём. Потому что он-то уже видел, он-то уже щупал, он уже нюхал. И чем многограннее мы будем, чем открытие. тем легче и интереснее будет в том числе и с нами, с вами, со всеми, приходить к самому себе. тогда мы будем понимать, кто я. Потому что сегодня мне задали вопрос. А я хочу счастья. Я говорю, хорошо, что такое счастье? «Но это здоровое тело». А здоровое тело – это счастье? Сколько у нас здоровых людей, спортсменов, ещё кого-то абсолютно несчастливых. А посмотрите, сколько людей, которые лежат прикованные к инвалидному креслу, кроватям, к койкам, которые борются за каждый день в своей жизни. И как они радуются, как они счастливы просто каждому мгновению. Так разве счастье зависит от нашего тела? Нет. А тело счастливое, когда оно здоровое? Да. А что такое благополучие для вас? А что такое любовь для вас? И очень часто человек не может прийти к какому-то состоянию, к состоянию любви, к состоянию счастья, к состоянию здоровья просто потому что… не потому что он не может туда дойти, а потому что он не знает критерий своего счастья, своего здоровья, своей любви. Что для него любовь? Что для вас счастье? Что для вас здоровье? Для вас, не для кого-то. Не через сборную конструктор. А вот это вот, когда и это, и это, убирайте внешние факторы, идите вглубь себя. Что для вас внутри себя счастье? Что для вас внутри себя исцеление? И когда вы узнаете, что это для вас, для вас вот это познание, оно может занять год, а может пять лет занять. Познать, что для вас это. Но как только вы познаете, у вас вот столько займет времени к этому прийти. Но если вы не познаете, скажете, что я буду год, еще раз, что для меня счастье? Не знаю, вот пойду, сейчас буду искать, что для меня счастье. Вы можете ходить и 10 лет, и 20 лет, и 30, но вы не дойдете, вы не знаете, к чему идти. Потому что то состояние, которое вы интерпретируете как счастье, как любовь, оно внутри вас. Вскрывайте его, не опираясь на внешние факторы. Потому что внешние факторы, они никогда не дадут вам того, что вы будете чувствовать. Так, только находясь при смерти, начинаешь чувствовать жизнь. Чаще всего, да, я согласна с этим. Но мы же можем научить своих детей чувствовать счастье, не дожидаясь смерти. Если ты познал, что такое смерть и что такое жизнь, если ты это прожил, опиши, что в тебя внутри происходит, какой вихрь чувствования в тебе происходит, закручивается, передай это своим близким. Пусть они не доходят до состояния смерти. Пусть они уже это сейчас осознают. это же прекрасно. И когда мне спрашивают, что я могу дать, я могу через себя провести к себе. а когда вы познаете себя, вы не можете быть несчастливы. Вы можете выбрать быть несчастливы. Но тотально быть несчастливы не можете. Можете просто сделать выбор. Вы можете сделать выбор быть нездоровыми, но вы точно будете знать, что вам нужно для того, чтобы быть здоровым. И вы можете это исполнить. Вы будете точно знать, что для вас любовь и как стать любимым, как любить и как быть тотальной любовью. Но вы можете выбрать жить вне любви. И это будет только выбор. Вы всегда будете знать, что это и как к этому прийти. А прийти или нет, это уже будет ваш выбор. Вы всегда будете выбирать, как вам жить. Тотальная ответственность за себя, на себя. Если готовы тотальную ответственность брать на себя, тогда пошли. Я всех очень люблю, обнимаю и очень-очень рада, что вы со мной. Благодарю. Благодарю. Продолжение следует...